Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня зовут Анатолий Головко, а вы смотрите новый выпуск программы «Время спорта» на телеканале «Самара Гиз». Сегодня поговорим о киберспорте. Это направление включает в себя несколько дисциплин, основанных на видеоиграх. Речь идет о трехмерных шутерах, технических и спортивных симуляторах, а также о командных ролевых играх. Турниры по киберспорту завоевали огромную популярность во всем мире. За виртуальными поединками постоянно следят миллионы поклонников. Мы решили познакомить вас с представителем Федерации компьютерного спорта Самарской области, судьей, организатором соревнований и игроком Евгением Леоновым. Жень, привет! Приятно познакомиться. Первый вопрос, который возникает, связанный с киберспортом. Когда вообще компьютерные игры стали спортом? Когда это произошло? В какой момент? Бум компьютерного спорта произошел сам по себе еще в 90-х. Появились первые компьютерные клубы полноценные и появились соревновательные игры LAN, онлайн. Люди сначала играли друг с другом, ну и логично, как это происходит, начали соревноваться друг с другом и начала возникать потребность в самом виде спорта. А как ты пришел в киберспорт? Я сначала просто увлекался видеоиграми, занимался футболом в том числе, потом работал журналистом и вот как-то меня отправили один раз на интервью, на мероприятие, я назывался «Кибер Самарова», проводил Роман Турчан. Там я познакомился с Романом, он меня познакомил с миром киберспорта и дальше я при его поддержке начал, так сказать, свой путь. Слушай, и в какой момент ты вообще понял, что увлечение становится нечто большим, то есть ты можешь развиваться профессионально, занимаясь по сути одним из своих любимых дел? На самом деле этот момент вообще я потерял. То есть ты в какой-то момент просто сначала узнал мероприятие, захотел попробовать провести, потом второе, третье, четвертое, а потом в какой-то момент понимаешь, что у тебя там за спиной 200-300 мероприятий разного уровня. Просто такой, о, круто, я уже в этой сфере давно нахожусь, много контактов, связей, ты просто уже начинаешь смотреть, дальше там развиваться, искать компании и двигаться в этом направлении. То есть ты нашел команду, я так понимаю, своих единомышленников? Ну, я сначала был как игрок, ну а потом, да, соответственно, как команду организаторов. Ну и, соответственно, дальше уже там по ступенечкам развивались каждый сам. А сейчас помнишь вообще свой первый турнир, как он проходил? Да, да, помню, это был турнир по доте. Это был самый странный турнир на планете, то есть у меня был главный судья, это был, по-моему, 2012 год, если не ошибаюсь, и он мне запомнился просто тем, что я пришел. Я никого не знал в Самаре, потому что я сам приехал из Омска. То есть я прихожу, у тебя пришли команды, ты понимаешь, как все проводить, но ты как организатор, то есть ты, ну, новенький организатор, ты не понимаешь вообще, в принципе, ну, статус игроков. То есть, да, там, условно говоря, если ты придешь там на матч, там, зениту с крыльями, да, ты там, условно понимаешь, что это, типа, крутой Мальком, а это, типа, Глушенков. А тут ты приходишь, у тебя для тебя все равны. Ну, и, соответственно, моя судейская часть, там, моя организаторская, ко всем была одинакова. И, ребята, это действительно в какой-то момент удивило, потому что на турнире были игроки, которые играли в профессиональном киберспорте, и были новички, и их это удивило, что, ну, то есть не было такой лояльности кому-то, то есть максимальное спокойствие. Ну, я продолжаю по сей день сохранить, поэтому для меня нету разницы, там, профессиональный киберспортсмен или любитель, я стараюсь со всеми общаться на одном уровне и это контролировать. И это, конечно, импонирует игроков в том числе. Ты же деньги в какой-то момент начал, наверное, зарабатывать, да, то есть появились первые гонорары, первые успехи. Приносит ли это вообще деньги тебе? Ну, смотри, сам киберспорт – это организаторская деятельность, соответственно, это не классическая работа, где ты ходишь на работу, тебе платят оклад, ни в коем случае. Это работа над проектами, где надо постоянно взаимодействовать с клубами, со спонсорами, со студиями, аналитики в том числе, да, создавать продукты. По сути, это ты шелеврешься как организатор. Ты совмещаешь? Да, в том числе. Параллельно я работаю комьюнити-майнером сейчас. Скажи, пожалуйста, вот каким образом вообще компьютерные игры, с чем их можно сравнить? То есть, может быть, с шахматами, с шашками, это, наверное, в первую очередь интеллектуальная все-таки какая-то дисциплина? Самый хороший, наверное, пример действительно – это шахматы. Киберспорт – это, думаю, процентов 80 математика все же. Математика, логика, реакция. По сути, это новый виток развития вообще спорта в мире. То есть, должен быть у человека все-таки определенный склад ума? В том числе. Я думаю, это так. То есть, любой человек может сесть, начать играть в киберспортивную дисциплину, поднимать свой рейтинг. Но, как на практике, если у человека все хорошо с головой, в том числе именно с аналитической частью, то он достигает быстрее, конечно, высоты развития. Спорт открытый, но, конечно же, профессионалы – это люди, которые прям порой удивляют. Жень, со всеми спортсменами мы, как правило, проводим разминку, но здесь я даже не знаю, что предложить, поэтому попрошу у тебя, чтобы ты мне показал, как вообще правильно начать этим заниматься и на какие кнопки нужно нажимать, в чем вообще суть того, что сейчас происходит на мониторе. Да, смотри, у нас сейчас есть персонаж прекраснейшей игры. Мы играем 5 на 5. У нас есть 5 наших, 5, так сказать, врагов. Матч начинается с того, что мы покупаем стартовые предметы. Они увеличивают характеристики персонажа. Да, да, да. Есть, которые увеличивают характеристики, есть, которые восстанавливают здоровье, есть, которые восстанавливают, так сказать, магические статы. То есть, я так понимаю, что по мере продвижения нам необходимо будет закупать постоянно предметы, чтобы улучшать своего персонажа. Ну, то есть, по сути, как спортсмен, который постоянно занимается, то есть, улучшает свои характеристики личностные. Здесь у нас виртуальный персонаж. Все верно, то есть, у тебя есть статистика, вот, видим, атака, защита, скорость атаки. Матч начинается, мы идем на одну линию. У нас есть талант у каждого персонажа индивидуальный, соответственно, который также зависит. Вот, например, у нас есть, какой прекраснейший талант Dragon's Left. Да, давай ты мне сейчас покажешь, в общем, каким образом это нужно делать, как начинать, а я потом попробую повторить, ты мне скажешь, успешная была ли моя попытка или нет. Да, управление достаточно простое, вводишь мышкой. Правая кнопка, то есть, отвечает за передвижение, а мышкой ты перемещаешь монитор. Да, 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 можешь мышкой перемещать монитор, можешь перемещать кнопками клавиатуры, вообще, как удобно. Ну и, соответственно, весь матч, это вот уже наши соперники, надо добивать нейтральных воинов соперника, чтобы получать золото. На золото ты, соответственно, покупаешь предметы, чтобы улучшать характеристики. Да, ну и у тебя, получается, копится опыт, который позволяет открывать способности. Основная цель у нас здесь, то есть, захватить базу соперника и ее разбить. Да, уничтожить базу соперника. Соответственно, три линии, надо одну башню, вторую, третью и трон. И, соответственно, идет уже соревновательный момент. У каждого персонажа есть свои роли в игре абсолютно. И, соответственно, здесь очень требуется высокий уровень командного взаимодействия. То есть, вот со мной сейчас персонаж стоит, цель которого именно защищать меня и отгонять врагов, чтобы я мог получать опыт, мог зарабатывать внутреннюю игровую, так сказать, валюту золота и улучшать свои способности, чтобы в дальнейшем побеждать. Слушай, а я сейчас могу тоже попробовать, если ты мне объяснишь, вот каким образом все это делается. Да, конечно. Что нужно мне делать сейчас вот на данный момент этим персонажем? Ну, да, смотри. На данный момент тебе нужно... Так, я беру мышку, то есть, таким образом... Да, да, тебе надо красненьких ребят добивать. То есть, когда вот у них остается мало, тебе нужно на него нажать, чтобы... Если ты не успел, то не успел. Поэтому нужно в голове, как ты видишь, примерно прикидывать. Да, математически все просчитывать и должна быть, естественно, скорость реакции. Ну, да, да, да. Ага. Ну, я думаю, что люди, которые когда-то играли в компьютерные игры, в принципе, им освоить основные азы будет несложно. Потому что механика примерно одинаковая везде. Ну, да, да. Меняется картинка, может, меняются названия предметов, героев, но в той же боевой арене принципы игры везде одинаковые. У профессионалов и для того, чтобы достигнуть каких-то значительных успехов, должна быть и аппаратура соответствующая, правильно? Все верно. Какая вообще предпочтительность сейчас в данный момент? Тяжело ответить. Я думаю, это видюха, видеокарта 1060 от NVIDIA, где-нибудь 8 гигабайт оперативной памяти. Жесткий диск, SSD-шный, конечно же. Мышка, клавиатура – это уже все на вкус и цвет. Женя, расскажи, пожалуйста, каким образом вообще индустрия развивается у нас в Самаре, в Самарской области? Ну и про Си в целом. Начнем давай с малого, с города. Да, давай. Начнем с города, да. Сейчас развитием киберспорта в Самарской области занимается по нескольким направлениям. Это, как мы, федерация, мы проводим соревнования плановые, согласно единому календарю. Давай начнем с того, что есть даже федерация киберспорта в Самарской области. Да, региональная есть, соответственно, есть всероссийская, есть региональная. Почти в каждом регионе России есть представительство, которое должно стабильно раз в год проводить плановые соревнования. Чемпионат города, чемпионат области, кубок города, кубок области. И, соответственно, участвовать также в отборочных соревнованиях на всероссийские турниры. Но наши киберспортсмены крутые. Ну, неплохие. Перспективные, я бы даже так сказал. У нас есть много игроков, достаточно, которые, так сказать, на России показывают себя достаточно спорно, но при этом на европейской арене себя чувствуют очень комфортно. Самара, в принципе, как регион, наверное, входит, ну, в топ-5, я сомневаюсь, но в топ-8 самых развитых по киберспорту региона. В России? Да, в том числе. Круто. Заниматься киберспортом может каждый желающий. Как сделать первый шаг к успеху, расскажем в нашей традиционной рубрике. Занятие киберспортом – это беспло-но. Только нужно иметь компьютер. Заходите в группу Федерации компьютерного спорта Самарской области, подписывайтесь на рассылку новостей, участвуйте в бесплатных турнирах с призовыми фондами, тренируйтесь, играйте, совершенствуйтесь. И добивайтесь, конечно же, побед. Чтобы достигать высоких результатов, киберспортсмен должен следить за своим питанием и поддерживать себя в хорошей физической форме. Киберспортсмены – это не только люди, которые сидят за компьютером и играют, они в свободное время занимаются в первую очередь собой. Учебой и в том числе спортом. Потому что многие спортсмены крупных соревнований, в том числе всероссийских, также сдают нормы ГТО, проходят медобследование. И если у вас даже действительно плохо со здоровьем, вы не следите за ним, и люди не следят, то, соответственно, они их могут просто не допустить до соревнований, в том числе. Поэтому надо следить за собой. Теорию освоили, прошли этап экспресс-подготовки, значит, можно принимать новый вызов. Получилось ли у меня оказать достойное сопротивление Евгению Леонову на виртуальной арене? Узнаем в нашей следующей рубрике. Ну что ж, мой друг, начнем нашу битву тогда. Ты можешь выбрать одного героя, я выберу одного героя. Задача какая у нас? Победить. Ну давай попробуем, ладно. Да, можешь выбрать любого. Так, а давай ты сперва выберешь. Ты выбрал, да? Да, да, да. Ну давай. Так. Мам, я советую нажать центральную линию. Зелененько в центр. Да, да, да. Сейчас подожди. Это будет точка нашего сражения? Да, да, да. Мы обозначаем ее. Ага. Все, засилуйте мы сегодня. Ну, а я попробую, да, засвет. Так, ну сейчас мы, то есть, выходим на центральную линию с тобой. Да, все верно. И пытаемся друг друга победить. Но есть такое ощущение, что, как и в обычной игре, мои товарищи тоже пошли на мид. Ну, да, да, да. Вот эти вот, вот эти вот. Главный комментарий, лови, удачной и веселой игры. Так, у меня такое ощущение, что поддаешься. Понимаешь, да что? Так, ладно, ладно. Или тебе сложнее? Ну, сложнее, конечно. Так, если что, мой товарищ пришел? Я понял, я понял, я понял. Это прекрасно. Будем считать, что в этот раз я победил. Да, да, да. Не, ну слушай, это, ну, почему ребята тебе помогают в моей дне? Почему они где-то стоят? Не, мы можем попробовать еще раз на трех, скажем так, победах. Давай, 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 давай. Не, ну я реально не ожидал, что еще двое будут тебе помогать. Как нечестно же. Как это правильно называется? Ганганули? Да, 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 прям на первой минуте притом. А с ноутбука вообще сложнее, да? Ну, сейчас. Ну, да, 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 да. У меня, потому что одна кнопка из-за передвижения камеры. А-а-а, точно, я понял. Ну, в общем, до трех побед предлагаю. Да, да, да. Не, ну мы так долго можем, наконец-то, ходить. Не переживай. Ладно, я должен умереть, мне кажется, сейчас сравнять. Один-один. Так, Славик говорит, главное золотое правило, когда ты играешь один на один, побеждает тот, кто... Такое-то, негласное правило, кто два убийства сделал. Угу. Что у тебя есть шанс. Сейчас, я уже иду. Да я уж понял. Посмотри, бьешься до конца. Слушай, ты тоже умер или нет? Ну, видишь, я первый добил. Я первый добил. Ну, ладно, спасибо, был очень крутой челлендж, было весело. Еще как. Да, вспомнил молодость. Мы еще молоды. Да. Таким получился этот выпуск. Надеюсь, что вам понравилось, и вы узнали немного больше о спортивных баталиях в виртуальном мире. А сейчас поговорим о главных событиях прошедшей недели. Накануне сразу два самых больших клуба Самары провели домашние матчи. Дружина Сергея Базаревича дебютировала в элитном дивизионе отечественного баскетбола. БК Самара принимал на домашнем паркете грозный ЦСКА из Москвы. Гости оказались сильнее и одержали уверенную победу со счетом 72-85. А вот подопечные Игоря Осенькина оказали достойное сопротивление Краснодару. Крылья Советов могли одержать победу над Южанами, но хозяев поля подвела плохая реализация. Каркас ворот и блистательная игра голкипера Быков Матвея Сафонова помогли гостям уйти от поражения. В итоге матч закончился нулевой ничьей. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Занимайтесь спортом и берегите себя. Увидимся в следующих выпусках.